Персонально ваш Свой вопрос публицисту Александру Невзорову Который у нас на прямой связи Со студией из питерской Студии Эхо Здравствуйте Александр Гнебович Да, да, да Не разделяю вашего оптимизма Потому что здесь нет варенья Юниса Не продается динетант Есть от Энген Веце на Марата 11 в Питере Откуда мы обычно выходим на связь И там динетант и варенье по-прежнему остались Да, но у нас-то там сейчас нету Но там есть свежий номер Исторического журнала Динетант В котором много других важных Исторических персонажей Не только Александр Невзоров присутствует Ты сейчас все договоришься до того Что Александр Гнебович просто встанет И уйдет за динетантом и вареньем И с нами разговаривать не будет Александр Гнебович, ну первый, наверное, вопрос Добрый день еще раз По поводу цитатника Владимира Путина Который получили на Новый год Около тысячи российских политиков и чиновников Вот такой подарок администрация президента Им сделала Как вам кажется, годный подарок? Дело в том, что никто не исследовал Все загадочные глубины Русского холойства Они бездонны Они абсолютно логичны Непонятны Но, тем не менее, понятно, что именно они определяют Поведение Чиновничества Думаю, что Путин еще упадет в обморок Когда ему предложат Ознакомиться с этой книжечкой Потому что Ну, я все-таки Продолжаю верить В меняемость Такое доставить удовольствие, конечно, не может Хотя Черт его знает Вот сейчас все настолько искажено Вот вроде бы такой вменяемый Прекрасный человек Шахназаров Но на последнем заседании Президентского совета по культуре Он с таким сладострастием Говорил о цензуре Рассказывал о том Сколь он лично обязан цензуре Как она его воспитала Разумила Как много доброго и прекрасного Принесла она в советское искусство И это было такое, в общем Ну, абсолютно понятное заискивание Прищемите нам хвосты А вот оторвите нам, пожалуйста, ушки Причем вот эти все песни о цензуре Понятно, для чего они поются Были бы уместны и оправданы в ситуации Когда, ну, царит некая разнузданность Когда есть определенного рода Свобода выставок, творчества, постановок Но мы-то видим нечто диаметрально противоположное Мы видим множество судебных исков Кляус, доносов, погромов Запретов опер Запретов выставок и книжек И в той ситуации, которая уже на сегодня есть Жаждать вот еще цензуры Ну, довольно странно Хотя все объяснимо Мы же присутствуем при удивительном, волнующем эксперименте По эксперименте по восстановлению сверхдержавы Понятно, что если эксперимент Ну, провалится Или закончится неудачей То мы будем иметь где-нибудь там 50-70 миллионов трупов на разных континентов Но зато Если этот эксперимент Закончится удачно То Ну, население Овладеет снова искусством Писать химическим карандашом На ладонях номера Чтобы Держать свое законное место В очереди за туалетной бумагой Ну и всякие другие приметы сверхдержавы Тоже, в общем Наверное, будут присутствовать Ну, я нашим слушателям поясню Цитирую по порталу Радио Свобода Государство, как сказал Шахназаров Имеет право на вмешательство В подобных моментах В то, что называется творчеством Ну, и я объяснил это на примере Своего советского опыта Съемки кинофильмов Александр Глебович Откуда вообще такой мазохизм В людях уровня Шахназарова? Ну, во-первых Шахназаров понимает, что Он будет цензурировать А не его будут цензурировать Это же отдельная совершенная история Когда человек понимает Что он уже достаточно высоко вознесен Над всеми остальными там Писателешками и режиссерешками И что как раз место в коллегии Которая будет определять Что такое хорошо, а что такое плохо Принадлежит скорее ему Поэтому здесь не мазохизм Дорогая моя Вы слишком хорошо думаете О деятелях русской культуры Здесь садизм Вот, кстати, про мазохизм и садизм Хотел еще один вопрос задать В контексте этой маленькой книжечки Неизвестного пока цвета Которую раздали тысячи чиновников А как вы думаете Они ее будут читать Или все-таки нет? Они ее будут читать Потому что, кстати говоря, многие высказывания Владимира Владимировича Они забавные Они афористичные И не забывайте, что они страшно нравятся народу Не забывайте, что вот Та возможность встать в очередь за туалетной бумагой Та возможность Сгруппироваться, наконец, в какие-то вот людские потоки Которые снова потекут к мавзолею К выкинутым венгерским сапогам Ведь людям это же действительно нравится И они не случайно Это же не выдумка каких-то безумных либералов Эти 86% Они же в реальности существуют И даже когда ваш Навальный сбрасывал свою бомбу про чайку Он, вероятно, рассчитывал на то, что страна замрет в изумлении А потом поднимется волна праведного гнева Но ничего подобного не произошло По какой причине? Россия любит коррупцию Россия Каждый россиянин, в принципе, мечтает поучаствовать в коррупционных схемах Посмотрите на лица первокурсников Академии Госслужбы У них в глазах уже разгорается вот этот волшебный коррупционный огонек Когда они понимают, что скоро-скоро они начнут решать множество вопросов И в том числе вопросов финансовых Ведь человек, который добровольно идет в чиновники Это же на самом деле жертва И он приносит Именно во имя возможности поучаствовать в коррупционных схемах Множество важнейших вещей В жертву приносит Ведь он полностью обречен отказаться от мышления Как таково Как таково То есть вы не верите в чиновников-идеалистов? Я не верю в бескорыстие У меня двоится звук Я слышу себя с задержкой В примерно полторы секунды И я себе сильно мешаю говорить Если у вас там есть возможность Что-нибудь подкрутить Сделайте это, пожалуйста Хорошо, сейчас постараемся исправить Да, хорошо А то я себя С трехсекундной давности Немножко сбиваю Настоящего Так вот Поймите, что Вот эта вся Коррупционность Она Предмет как раз Восторга Восхищения А совсем не какой-то жупел Совсем не Нечто Проклятое И запретное Поэтому Такими Обычными методами Россию не взять Я вот какой вопрос Еще хотел задать Вы сказали о том Что сейчас проходит Грандиозный эксперимент В результате которого Либо Россия Станет сверхдержавой Либо все это Обернется Чуть ли не Катастрофой Планетарного масштаба Ну что-то одно из двух Я хочу спросить С вашей точки зрения Страна сейчас Идет больше В сторону Положительного Для мирового сообщества Завершения этого эксперимента Ну то есть Как минимум Отсутствие ядерной войны Или отрицательного Или Вообще Ни то Ни другого Тут как бы Оба отрицательные Просто с разными Последствиями Трудно сказать Вижу что у них Что-то там Булькает в ретурдах И Дефлегматорах Вижу что Лабораторная работа Ведется очень оживленно Я бы сказал Даже с огоньком Но Чем закончится эксперимент Ведь я же не могу Влиять на его исход И вы не можете влиять Более того Не только на исход Но и на сам факт Постановки Подобного эксперимента Мы воздействовать Никак не можем А народу Судя по всему Опять захотелось Постоять В очередях За Сельдью Хлебом Пельменями Ну и другими Радостями Цивилизации То есть народ Активно поддерживает Проведение этого эксперимента И только рад В нем Конечно Конечно Не будем Себя обманывать И не будем Сами заговаривать Себе зубы Это действительно так Мне кажется Очень важный Вот какой вопрос Извините пожалуйста Что перебил Вы говорите о том Что мы с вами Не можем влиять На факт проведения Этого эксперимента И на его исход А почему вы Отказываете Допустим Себе В том числе Во влиятельности Например Как человек Включенный В прецеденты На статус Журналиста года В голосовании В интернете Разве вы Умами Не повелеваете Отчасти Я сейчас без иронии Совершенно говорю Нет Нет Ведь нам Ведь с вами Почему позволяют Вообще говорить Потому что Убедились Что Есть Несколько Таких Вот небольших И Совершенно Не опасных Для Власти И особо Даже Не раздражающих Народ Резерваций Где Собрались Вот всякие Безумцы И что-то Друг друг Другу Пытаются Объяснить И как-то Друг друга Пытаются Поддержать Но на самом деле То что говорится Там На СНОБе На ихе Москвы Никак Не может быть Воспринято Так называемым Народом И не Воспринимается Как только Кремль Убедился Что Вот это вот Нежелательная Информация Не распространяется Что она Отторгается Народом Как Нечто Госдеповская Подлая Националь Предательская Как Ну Своеобразная Как бы Игрушка Отщепенцев Тогда и дали Возможность В общем-то Говорить И предоставили В определенных Местах Определенную Свободу Слова Но Давайте не будем Морочить себе голову Мы абсолютно Невлиятельны А вот эти новые Ограничения По обмену Валюты Это тоже Признак Скатывания В сторону Советского Прошлого Да Я думаю Что безусловно Но думаю Что народ Как всегда Демонически Изобретателен Что он Придумает Сейчас Множество Прелестных С кем С помощью Которых Он будет Это все Обходить Думаю Что Возродятся Ломовики Барыги Торговцы Валюты Которые будут Это все Производить Пусть даже И к собственной Выгоде Но зато Не заставляя Граждан Подолгу В теплых Одеждах Пыхтеть Унижаться Писать Какие-то Непонятные Анкеты Нет Это все Как-то Будет Обходиться Потому что Это вопрос Не идеологический А вопрос Практический А мы знаем Что между Идеологией И практикой В общем Народ делает Существенные Разницы Я думаю Что как-нибудь Публика Приспособится И Будет Сидеть Центробанк Со своими Запретами И постановлениями В общем Грустненький Грустненький Ну раз уж Мы затронули Вот эту тему Параллельной Между нынешним Российским Обществом И прежним Советским Хотя непонятно Какое Оно теперь Прежнее Жаловавшийся На травму Родных И сверстников Активист Покончил С собой В Самарской Области И вот Слово Травны У нас У людей Родившихся В конце 80-х Начале 90-х Как раз В политическом Смысле Очень сильно Ассоциируется С советским Периодом Мы больше Таких новостей Теперь будем Видеть Я думал Что Быть иным Быть непохожим Быть Свободомыслящим Быть Вольнодумцем Это всегда Тяжелая работа Не всегда Все с ней Справляются Но Вот Виссарион Григорьевич Билинский Учил Не рыдать А понимать Что если рядом С тобой Выбили товарища Надо все равно Продолжать Идти в атаку Жалко Мальчишка Мальчишка Великолепный То что я успел Сегодня утром Про него узнать Посмотреть Понятно Что да Действительно Не выдержал Сломался Что За свою Инаковость За Нежелание Мыслить Хором Надо порой Очень жестоко Платить В том числе И свободой В том числе И жизнью Но К сожалению Вероятно Никто из нас С вами Вот ту руку Помощи Которая была Ему необходима В свое время Протянуть ему То ли не сумел То ли не догадался Конечно Если бы С ним Можно было Как-то теснее Общаться И Понимать Всю меру Ответственности За такого Ну по сути Совсем Малыша Который В этом Всем Маразме Рискнул Быть Нормальным А это Страшный Риск Не забывать Что это Вообще Черта Человеческих Стай Не только Советской Стай Не только Российской Стай Ведь И В самой Глубокой Древности Когда еще Были Ректусы Когда были Там Хабилисы Когда были Другие Хома Ранние Хома Ведь Попытка Конфликтовать Со стаей Заканчивалась Всегда Смертью Или голодом Смертью Голодом Беззащитностью Поэтому Конформизм Это такая Нормальная Обычная Эволюционная Черта Которая Берет свои Стоки Вот из той Глубокой Древности По крайней мере С последнего Миллиона лет Формирования Хома Мальчишку Безумно Жалко Александр Клебович Ну вот Как мне Видится Тут еще Вот какая Проблема Все-таки Про Влада Колесникова Довольно Много Писали О нем Рассказывали Про его Действия Про его Вот эти Вот акции Поступки Но Он Не единственный Ведь Кто Так Решает Распроститься С жизнью По тем Или иным Причинам И политическая Составляющая Далеко не всегда На первом месте Просто Некая Инаковость И здесь Травля Это ведь Ну Разное Бывает Вот сейчас Политическая А бывает Там По сексуальным Признакам Тоже Вот понял Молодой человек Что он Другой путь Видит А в стране Это другой путь Невозможен Что делать Вот как Надо освещать На такие случаи Как-то Пытаться найти И помочь Опять-таки Мы возвращаемся К тому О чем уже говорили Мы не влияем На ситуацию Мы не смогли Повлиять на нее Практически Ни в каких вопросах Потому что Мы видим восторг Население Восторг Публики По поводу Всего того Что делает власть Этот восторг В общем Достаточно искренний Они не понимают Смысла И значения Этих Пузырьков В ретортах И пробирках Они не понимают Чем закончится Этот эксперимент И даже не пытаются На эту тему думать Что касается того Что есть Да Есть множество Инаких людей Есть множество людей Которые все равно Переворачивают Общество И рано или поздно Добиваются победы Потому что Побеждает всегда Только меньшинство Другое дело Какой кровью Или какими усилиями Но Поймите Ребята И от вас Конечно Тоже много чего Зависит Потому что Если вы Хотя бы Одному Двом Трем людям Подадите Эту руку Помощи Если кто-то Неважно где Но поймет Что он Не одинок В своих сомнениях Не одинок В своих Подозрениях Того Что совершается В общем Эксперимент Чудовищный То Ему уже Будет легче И может быть Его рука Не потянет С какой-нибудь Бутылочки С Сильнодействующими Препаратами Я вот Еще один вопрос Хочу задать Раз мы уже Затронули Эту тему Инакости Инаковости Как вы считаете Значенный Вот этот пример Ужасный В общем В целом Что Люди Со взглядами Похожими На взгляды Этого Юноши Теперь будут Что называется Закуприваться И что Все те Кто иначе Смотрят на политику Будут пытаться Между собой Инкорпорироваться И вот у нас Ровно как в Советском Союзе Был некий Диссидентский кокон В который Снаружи Активно Стучание спецслужбы И сажание людей В психушке И тюрьмы И принудительное высылание Ровно так же Будет и сейчас То есть что Никакой диалог Между 86% И остальной частью населения Он невозможен Вот в нем вопрос Нет Почему невозможен Он возможен Но это диалог Гриля с курицей Тоже надо понимать И результаты Вот уже Известен и понятен И вместе с тем Как нам показывает Опыт всех Предыдущих поколений В том числе И советские Тоже Как ни странно Побеждает Вот это вот Меньшинство Побеждают Эти инакие люди Ну то есть Получается Все таки Могут эти инакие Сорвать эксперимент Они не срывают Как правило Эксперимент Они потом Приходят В ту лабораторию Где уже Прогремел взрыв И устанавливают Там свои порядки Кстати говоря Не всегда Они делают Это благородно Но Примеров Победы Меньшинства Ну я думаю Их слишком много И Понятно Что нельзя Говорить о каких-то Исторических реалиях Потому что Всегда исторические реалии Как правило Обвешены Огромным количеством Домыслов И Оплетены Опутаны Ложью И фантазиями Но мы можем Говорить Вот на примере Публицистики И науки Мы вспомним О том Как несколько Великолепных Французских мальчишек Дерзких Наглых Собиравшихся На свои Маленькие посиделки Я имею ввиду Моих любимцев Гольбаха Гильвец Даламбайра Руссо Дедро Ламетри Как они Против всей страны Против всей машины Католической церкви Восстали Начали писать И ухитрились Ее победить И переломить По сути дела И ход развития науки И ход развития общего И спровоцировать Всплеск технологий И всплеск Политических свобод А потом Все-таки Привести Францию К ужасной Кошмарной Кровавой Но необходимой Великой Французской революции Раз уж мы заговорили О науке У нас остается Три минуты До перерыва На новости Многие слушатели Зная вашу любовь К науке Тем или иным образом Просят и через сайт И по СМС Сообщениям Подвести научные Итоги года И назвать Несколько главных С вашей точки зрения Не могу Не могу Эту просьбу Не выполнить И не передрисовать Блестяще Конечно Блестяще Немцы Придумали Со своим Тормоядом Который Судя по всему Будет не импульсным А постоянным И возможно До Того немецкого Прообраза Тормоядерного реактора Который Они Задокументировали И действия Которые вы описали Уже не потребуется То сумасшедшее Количество энергии То есть Не потребуется Работа штатных Атомных электростанций Обычных Более того Еще есть Одна замечательная Вечь Конечно Все что связано С Плутоном И возможностью Его фотографирования Но Совсем недавно Это из крупных Еще была Очень смешная Чудесная Метафорическая История Которую Проделал Университет Северной Каролины Кстати Это В прямой Имеет отношение К патриотизму Статья Об этом Была В СНОБе Статья Олексенко С моей точки зрения Вообще Одна из лучших В этом году Статьей Где Описывалось Поведение Тараканов И ученые Пытались понять А что же Связывает Тараканов Единое сообщество Что же Их заставляет Предпочитать Общественное И личному И выяснилось Что это Как ни странно Запах фекалий Который Как только Их образовывается Достаточное количество Тараканы Наконец понимают Что они Общество И что они Должны Действовать И мысли Только однообразные Вот тогда Запах фекалий Становится Достаточно Сирен Тогда они Демонстрируют Движение Только в одну Сторону Шевеление Только одной Половины Кортис Результаты Совершенно Волшебные Фантастические А следы Воды На Марсе То о чем Тоже говорили Довольно громко Ну следы Воды На Марсе Это дело Не этого года И некорректно Было бы утверждать Что только В этом году К этому пришли На самом деле Это было Достаточно Давно Понятно Просто и нынешний Год И год следующий Ну В больших И больших Масштабах Будет приносить Доказательства Того Что да Действительно Когда-то Марс Обладал Живой И Жидкой Вернее Жидкой Водой Я напоминаю Что эта программа Персонально ваш И сегодня Персонально ваш Публицист Александр Невзоров После Кратких новостей Середины часа И рекламы Мы вернемся С одной стороны С небес на землю А с другой стороны Поговорим про Сферы небесные За которые Некоторые Считают Что они отвечают И нанешились Уже такой возможности Можно присылать Свои вопросы На номер 57985 970 4545 Использовать Для этих же Ценей Твиттер-аккаунт Вызван На сайт Персонально ваш Персонально ваш Персонально Я не нашел в 1С счет Который вы должны были Выставить Две недели назад Где он? Есть моменты Есть моменты Которые могут Испортить Долгожданный Отпуск Сразу И безвозвратно Но решение Есть 1С Предприятие От Хост Икс Через интернет Доступ к вашей Программе 1С Предприятие С любого устройства И с любой точки мира Да вот же он, Виктор Иванович От 18 мая Точно Я не заметил Ладно Приятного отдыха Работайте из отпуска Офиса Дома Работайте в единой базе 1С Попробуйте Две недели бесплатно Хост Икс 15 часов и 35 минут Всеволод Бойко Дарья Пещикова И персонально наш И ваш Из студии Эхо Санкт-Петербурга Публицист Александр Невзоров По-прежнему с нами И У нас очень многие Слушатели Просят вас Это и Станислав Один И Сергей Из Барнаула И Свет Просят конечно Прокомментировать Уход Со своего поста Отца Всеволода Чапнина И Последовавшие за этим Его многочисленные Заявнения С критикой РПЦ Я думаю Что искать Какие-то Конспирологические Или какие-то Вот такие Совсем уже Драматические Мотивы Изъятия Чаплина Из церковного Оборота Бессмысленно Думаю Что скорее всего Сказалось То вековечное Обыденное И всем Известное Хорошо Известное Свойство Гундяева Которое Действительно Не выносит Чужой славы Не выносит Чужой популярности Дело в том Что Всеволод На свою беду Стал Настолько Медийной Фигурой И При Ну Самых Полярных Оценках Его деятельности От Неприязни До Восхищения Он конечно Стал Затмевать Гундяева Известностью И с ним Немедленно Расправились Не надо Думать Что Чаплин Пытался Быть Более Православным Чем Гундяев Что Дело в том Что Чаплин Призывал К Более Решительным Действиям На Донбассе Мы помним Что Первым И главным Идеей Так называемого Русского мира Непосредственно Был Кирилл Гундяев Мы помним Что Именно Он Как бы Гарантировал Возможность Легкого Укращения Украины Что Именно Он Был Убежден В том Что Влияние Московской Патриархии Хватит На то Чтобы Замирить Всякие Проблемы И решить Всякие Недомолвки К Общему Удовольствию На самом деле Все было Не так Мы помним Что именно Гундяев В свое время Разразился Замечательной Репликой Что если бы Санкций Не было То их Надо было бы Придумать Притом Здесь Как и всегда Происходит Очередной Подмен Очередной Подмен Понятий Подмена Понятий Ведь Санкций Никаких Как не было Так и нет Санкции Мы все Придумали Себе Сами Это Санкции России Против России А европейские Санкции Это Санкции Против Небольшого Количества Лиц И Банков И Предприятий Совсем Не затрагивающие Так называемое Население Ну а вот То что сейчас Происходит Выступление Чаплина Это что Это попытка Сохранить Медийность Популярность Некую Не потерять Цитируемость Это не просто Обида Ну тут Есть все Надо помнить Что Чаплин Человек Чрезвычайный Темперамент Когда я Услышал О его Отставке Я Честно говоря Очень скорбел И Готов был Просто вот Обредиться в траур Потому что Для меня Человек Как для атеиста И как для противника Церкви Для меня Чаплин Был великолепной Фигурой Вся та Кровожадная Кошмарная И злобная Химия Которую он Нес Была С моей точки зрения Великолепной Иллюстрацией К тому Чем является Православие При том что Действительно Чаплин Не придумывал Ничего Сам Чаплин Не знакомил Нас С какими-то Своими Больными Фантазиями Он Демонстрировал Подлинно Христианскую Православную Позицию В очень И очень Многих Вопросах Поэтому Когда Чаплина Удалили Я узнал Что на его месте Будет вообще Какой-то прокариот Я честно говоря Расстроился Но У Чаплина Ведь масса Возможностей Масса перспектив Впереди Во-первых Он может возглавить Церковь Летающего Макаронного Монстра И для этого Ему почти Не придется Вносить Каких бы то ни было Существенных Изменений В свой облик К тому же Может быть Дуршлаг Ему пойдет Даже больше чем Камилавка Или Другие Головные Уборы Которые он Носят Сейчас Поэтому У Чаплины Не переживайте За него У него Все впереди Другое дело То что Ведь Надо понимать Что Большие Монументальные Средства Массовой информации Они В такой же степени Слушаются Патриархию Как и Слушаются Кремль И вероятно С центральных Каналов С народных Каналов Которые имеют Реальное влияние На народ Чаплин уйдет Но уйдет На какие-то Вот Мелкие Медийные поля Но где он Свое присутствие Сохранит И будет Тем же самым Людоедом Которым он был Всегда Вы не соскучитесь Ну вот смотрите Вы говорите Неизвестно кто Место его занял Владимир Легойда Он теперь будет И СМИ заниматься И обществом Во взаимодействиях С церковью Ну так это же Тоже довольно известная Фигура Журнал Фома Который Практически Декларирует Все что Заявляют в РПЦ Это же его Дело Я Уже Обозначил Свою позицию По этому вопросу И высказал Как раз В самой Предельно Короткой И предельно Корректной Форме Назвав Вот Нынешних Чиновников Которые Готовы Будут Звучать От имени Церкви Ну достаточно Как минимум Достаточно Безликими И медийно Импотентными Я хочу Вернуться Немножко На шаг Назад И вы Говорили О Помитике Что Если можно Так сказать Патриарх Кирилла В отношении Украины И его Надеждах Которые Очевидно Неоправданность На то что Русская Православная Церковь Сможет Там В общем Серьезное влияние На всех Оказывать Вот Последнее время В РПЦ Очень жалуются На Вот это Столкновение РПЦ МП И РПЦ КП Да Так это называется Московского Патриархата И Киевского И говорят о том Что значит Храмы там Отбирают Несчастные Прикажания Церкви Московского Патриархата В одном из Сел Вынуждены были Забаррикадироваться Их оттуда Выбивали И так далее И тому подобное Я вот хочу спросить Что на Украине Проходит теперь Фронт Столкновения Католичества И православия Не католичества И православия Но в целом Как бы ценностей Западного мира Религиозных И восточного Нет Ну вообще Любому прихоженину Православной церкви Должно быть Абсолютно Фиолетово И глубоко Пофиг Какому именно Патриархату Принадлежит Их церковь Принадлежит Их храм Потому что Обряд Тот же самый Канон И те же самые Литургия Та же самая Все То же самое Другое дело Куда именно Попы Сливают Выручку И куда они Направляют Финансовые потоки И кто именно Многолетствуется Какой Патриарх Или какой Метрополит Но это Не должно Было бы Вообще Если бы церковь Не была бы Объектом Политических Страстей И не была бы Политическим Инструментом Это вообще Никого не должно Было бы Интересовать Но передали Приходик Но передали Какой-нибудь Монастырек Ну а на самом деле Какое этим верующим Дело Кто является У них Юридическим Лицом И Как бы Главный Главный Канонической Силой Не должно Быть Никакого Дела Поэтому Это Искусственно Раздутая История Которая Я думаю На Украине Завершится Тем что Конечно У московской Патриархии Все поотбирают Чего Только можно Поотбирать Чего нельзя Тоже И Начиная С Киева Печерской Лавры Продолжая Почаевской И всеми Остальными Приходами Ну и вероятно Надо смириться С тем что Так оно И произойдет Но зато Московские Попы Утешаются Тем что Они Вот Побеждают На различных Песенных И вокальных Конкурсах Насколько я знаю Если не ошибаюсь Фотий Да И Романах Фотий Победитель Вот шоу Голос Очередного Сезона Действительно Причем С большим По-моему Шол Голосом Следующим Этапом Будет Победа Каких-нибудь Монахинь В стрип Конкурсе Это тоже Будет Поверьте Очень эффектно И публика Которая Обнаружит Монахиню Которая Занимается На сцене Стриптизм Тоже гарантированно Отдаст ей Свои голоса Хотя бы По причине Того Что это Необыкновенно Экзотично Что касается Непосредственно Фотия Девяностое годы Помните Как олигархи Очень любили Своих девушек Проводить То что называется В эстрадные звезды Да И тратили На это Большие деньги Но как Показывает Недавний опыт Девушки Бывают И с бородами Тоже Поэтому Понять Что Что за Механизм Скажем так За этим Всем кроется Не трудно Но я бы не рекомендовал Особо ликовать По этому поводу Сторонникам Русского Православия Потому что Ну что Есть какой-то Песенный Конкурс Мы знаем Что Способность Петь Она Особенно Петь Тенором Она напрямую Зависит от Количества Так называемых Головных Резонаторов То есть Неких Физиологических Пустот И радоваться я бы Не рекомендовал Ну здесь уже Поступают Предложения На СМС Сервис Мне 79 85 970 45 45 Создать Команду КВН Которая Представляла Бо какую-нибудь Духовную Семинарию Вот Так что Ужаймите Да ведь На самом деле Церковь Это тот же Самый Шоу-бизнес Но просто Рассчитывающий На то Что его будут Воспринимать Всерьез В отличие От всего Остального Шоу-бизнеса Сейчас Границы Между Шоу-бизнесом Под названием Церковь И обычным Шоу-бизнесом Все больше И больше Стираются И кстати говоря Про стрип-конкурс С участием Каких-нибудь Насильниц Тевропедиальных Монастырей Я думаю Может быть Это Немножко Смелое Предположение Но Не беспочвенное Поверьте И я уверен Что У девчонок Все Великолепно Получится Ну послушайте Все таки Он же выступал Довольно Пристоянно Он не пел Там гоп-стоп Все было в рамках Хотя это По идее Нарушение правил Конкурса Потому что Все в разных Жанрах поют А он практически Все время в одном Потому что Ему сан не позволяет Но тем не менее Там же не доходило До каких-то Ну излишеств Вроде стриптиза Как вы сейчас Предлагаете Нет Я только Планирую И говорю о том Что может быть Но почему-то Никто Когда На сцену Вышла Девушка с бородой В плоти Никто не возмутился А когда Существо с бородой В платье Вышло на сцену Почему-то Все сильно Обрадовались Хотя В чем заключается Принципиальная Разница между Фотием И Кончитой Вурс Я честно говоря Не понимаю Неожиданное сравнение Да Я пожалуй Я пожалуй Я пожалуй Я стану Ну а что Платье И борода Очень экзотично Очень Ну тут уже Сказывается традиция Это привычное То что принципиальное Различие Во взглядах На жизнь У них Есть Ой Ой Не зарекайтесь Или Или вы Близко знаете Фотием Нет Как и Кончита Вурс Не очень близко Я хотел еще На одном Еще на одной Зажегшейся звезде Остановить Ваше внимание Это Борис Грызлов Который Возвращается В большую Памятику Представителем России В контактной Группе По урегулированию Кризиса На Украине Ну вот это Кстати говоря В общем Довольно Хорошее Известие Потому что Грызлов Он не маньяк Не сволочь Что уже Большая Эткость Для чиновника У него нет Никаких Особо Патологических Устремлений И наклонности А то что Именно он Теперь Будет главным По тарелочкам В вопросах Донбасса Гарантирует Что практически Все Донбассские Вопросы Не будут Обостряться Что Все они Обречены На такое Унылое Доброжелательное И совершенно Бессмысленное Забалтывание На так называемую Дипломатию А мы знаем Что это Обозначает В переводе С чиновничьего На русский Поэтому Это как раз Хорошо Только что Прямо пришло Сообщение Минута в минуту Не могу не отметить Это совпадение Назначение Грызлова Является повышением Уровня представительства России В контактной группе Сообщил Пресс-секретарь Кучма Который тоже В этой контактной группе Есть Так что Не зря Помните Несомненно Еще один вопрос Который я вам хочу задать Про Никиту Михалкова Мы как-то все по звездам Сегодня идем Российский союз Правообладательный Во главе с режиссером Подал иск О взыскании С российского Подразделения Хьюнит Пакард 114 миллионов Рубней Заявление Поступило в суд Относительно Недавно Но основание Наиска не разглашается Предположительно Речь идет О так называемом Налоге На болванки Есть ли вообще Какие-то ограничения Для господина Михалкова В этой стране В попытке Обзыскать Ну в стране Где болванок 86% Никаких ограничений На болванки Быть не может И устанавливать Их было бы Некорректно Это первое И Михалков Это великолепно Понимает Он умеет Обращаться С болванками И умеет Быть Ну скажем так Притягательным Для различных Болванок И совершенно Справедливо Считает Что Болванки Это исключительно Его Дело И его Компетенция И я его здесь Никак не могу Не поддержать Действительно Пусть работает С болванками И дальше Ну видимо Ему позволят Работать и с болванками И с авторским правом Со всем С чем он Привык работать И любит работать Посмотрим конечно Чем суд закончится Ну вот еще такая новость Довольно странная Как нам кажется Я ее оставил На сладкое Московским Молодоженам Назначат Кураторов Семейной Жизни Зампред комиссии Мосгордумы По социальной политике Татьяна Батышева Предложила ввести Кураторство Семей с Десятилетним Стажем Над молодыми Людьми Ценей Инициативы Укрепнения Семейных Ценностей Сообщила она В комментарии Агентство Москва Отрывайте Отрывайте Александр Делать нам Мы говорим Заметьте В общем Нашей страны О населении О семьях Молодых У нас все умеют Преподнести Красивое Любое Ограничение Нет Ну это же Опять-таки Те же самые Пузырьки В этих Страшных Дефлегматорах В этих Страшных Ретортах Того Эксперимента Который Мы имеем Счастье Наблюдать И кстати Говорят Даже тот же Самый Гундяев Он ведь тоже Один из этих Пузырей Мы знаем Что Православная Церковь Всегда Удивительно Умела Ладить И быть Очень нужной Любому Режиму Из тех Которые Были в России На протяжении Там Не знаю Последних Тысячи лет И даже Давайте Обязательно Вспомним Это надо Сделать О том Что Именно Православная Церковь Пользовалась Невероятными Льготами И благами У всех Властей В том числе И например Вот у так называемых Татаро-монгольских Нашественников Которые Должны были бы Уродовать И корежить Землю русскую Но на самом деле С духовенства Согласно Ирлыкам Там Хана Бердибека И Менглу По-моему Тимура Были сняты Все Подати Все Дорожные Налоги Все Сошные Налоги То есть Налог На землепашество И им всегда Великолепно Жилось При любом режиме Они всегда Его охотно Обслуживали И всегда Получали За это Очень и очень Хорошо Вообще удивительно Что эта Инициатива С молодоженами Не церкви Принадежит РПЦ Ведь могла бы Взять под надзор Под собственное Тоже было бы Логично Потом Вылезут Ослиные уши И выяснится Что Это Депутат Депутат Реклама Потом Программа Эхо А потом Самые важные Необычные Числа Недельных Программе Знаменательных Персонально Ваш